Воронежцы все чаще болеют инфекционными заболеваниями. В прошлом году зарегистрировано более 400 тысяч случаев, что на 7% больше, чем за предыдущий период. При этом острую кишечную инфекцию, гепатиты А и С, скролатину и ветрянку опередили грипп и ОРВИ. По итогам прошедшего года они составили 89,5% от общего числа инфекционных заболеваний. Сегодня на карантин по гриппу закрыты школы и 13 отдельных классов. Но эпид-порог не превышен, отметил главный санитарный врач Воронежской области Игорь Михантьев на пресс-конференции, где побывала наша съемочная группа. На встречу с журналистами с линейной диаграммой. Так главный санитарный врач Воронежской области объясняет ситуацию с гриппом и ОРВИ. Показатели низкие. Сегодня на карантин закрыта 16-я школа, 13 классов и одна группа в детском саду. В целом по области за прошлую неделю заболело 9500 человек. Много это или мало, если сравнивать с той неделей, которая предшествовала этой неделе, то 9100 было. То есть рост на 400 человек, но это обычный сезонный рост заболеваемости. Большинство заболевших диете грипп и ОРВИ – лидеры прошедшего года из числа инфекционных заболеваний. В прошлом году переболело почти 17% населения региона. Прививки сделали 42%, они гриппом не болели. Портят статистику мигранты. С инфекционными заболеваниями выявлено 116 человек, в том числе с ВИЧ – 36 случаев, с туберкулезом – 27. Решения о нежелательности пребывания в регионе тех, кто отказывается лечиться, получены в Роспотребнадзоре. А вот кишечной палочкой и золотистым стафилококком можно заразиться от продуктов, которые реализуют в том числе сетевые предприятия торговли. Наиболее, так скажем, опасные в этой части, где мы установили несоответствие, это кулинарные изделия – 47%, молоко, молочные продукции – 13%, птицы, яйца и продукты их переработки – 13%. В списке нарушителей торговые точки, реализующие готовую кулинарную продукцию – салаты, шашлыки, шаурму. Это и небольшие павильоны, и крупные магазины. Каждая проверка специалистами Роспотребнадзора завершалась направлением материала в суд о приостановлении деятельности предприятия на срок от 7 до 30 суток. Мы столкнулись с фактом, что продукция, которая не отвечает по микробиологии, реализуется в том числе и в наших гипермаркетах. Это вот разделы кулинарии. Мы выявляли такую продукцию в трех гипермаркетах, принимали соответствующие меры. Это лента, перекресток и окей. Говоря об итогах работы, руководитель регионального Роспотребнадзора отметил слаженную работу с судебными приставами. 98 исков направлено в суд. Из них один на прекращение деятельности предприятия за неоднократное нарушение прав потребителей. Суд признал правоту клиентов. Даже в случаях, когда нарушались права при предоставлении услуг ЖКХ и туристических. Распространение запрещенной информации о продаже алкогольной продукции, лекарств и закиси азота. При решении вопросов до суда покупателям добровольно вернули стоимость некачественных товаров на сумму свыше 4,5 миллионов рублей.